Всем привет! Вы на канале GadgetMoney и как я обещал, я расскажу вам все, что я знаю о покупке Google Pixel 2 XL или просто Google Pixel 2. Итак, это новое видео, я начинаю. Поехали! В общем-то, друзья, хотелось бы начать видео со слов благодарности. Несколько недель назад я обратился к вам, выпустил видео с просьбой помочь мне выбрать, какой все-таки смартфон мне приобрести после Samsung Galaxy S8. Вы проголосовали за Google Pixel 2, я поехал в Санкт-Петербург для его приобретения. Естественно, денег у меня хватало только на бэушное устройство, но, приехав в город, я обнаружил, скажем так, возможность приобрести тот самый Pixel 2, только не 2, а Pixel 2 XL. И я, собственно говоря, вам это сделал, есть несколько видосов, уже на канале выпустил, где я рассказываю, как я это сделал и непосредственно рассказываю, что я приобрел Pixel 2 XL. Но по прошествии нескольких суток, даже чуть меньше трех, так получилось, что Pixel 2 XL настолько удачливым стал благодаря вашему комментарию, хэштегу Pixel на удачу, что у меня получилось обменять Pixel 2 XL на iPhone X. iPhone X у меня сейчас находится в руках, вот он, я с помощью него сейчас снимаю данное видео. И, в принципе, я очень вам благодарен, что, наверное, вашей энергетикой и всем тем, что вы заложили, скажем так, в комментариях, потому что вы очень рьяно болели за этот Pixel и очень рьяно переживали за это, что он действительно получился кармически удачным. Но я не стою на одном месте. Да, получилось поменять, поменял на iPhone X. Многие из вас меня за это поругали, многие из вас до сих пор хейтят. Но это мой выбор, сейчас я уже на протяжении больше недели пользую iPhone X и меня все, в принципе, в нем устраивает. Единственный недочет, который я выскажу в отдельном видосе, но сейчас именно видео, то, которое я обещал вам рассказать про мой опыт, знакомство, где, как, что купить, где найти, что проверить. В общем-то, давайте, тезисно я выписал, у меня есть подсказка, я буду в нее подсматривать, поэтому в этом плане, как бы, не переживайте. А наоборот, если у вас есть что дополнить, обязательно пишите в комментариях об этом. Итак, начнем. Я вас поблагодарил, у меня прям так и написано, поблагодарить аудиторию и рассудить, немножко порассуждать на тему, что нет идеальных смартфонов. У меня есть чат в Телеграме, там порядка 70 человек, из них активных пускай 10-15, но не суть. Смысл в том, что мы с ребятами обсуждаем именно момент, вот ты там поменялся на iPhone X, да Pixel лучше, у него камера лучше, да на голом Android, то все, 5-10. Ребята, бесспорно, я считаю, что ребята во всем правы, говоря вот такими словами, что Pixel 2 XL лучше 10-го iPhone в плане камеры, в плане открытости операционной системы и все, что с этим связано. Я ни в коем случае не умиляю заслуг iPhone X на равне Pixel 2 XL. Но нынешние реалии, нынешние реалии таковы, что Pixel 2 XL это гиковский смартфон. Он очень популярен в Соединенных Штатах Америки, он очень популярен в других странах по всему миру, но он у нас не продается официально в России, я имею в виду. О нем знают единицы, да, пускай там будет многотысячная армия, но наравне с популяризацией брендов компании Apple, а в частности их суперфлагмана на данный момент iPhone X, это все-таки гиковская штука, гиковский смартфон. Да, он клевый, он практически во всем идеален. Но как раз-таки мой посыл вам в том, что никогда не зацикливайтесь на моменте, что вот я купил идеальный смартфон, пускай это будет, допустим, какой-нибудь Huawei P20 Pro и все, у него лучшая по меркам бренда DXOi камера, больше всего очков и все. И у меня лучший в мире смартфон, и больше мне ничего не надо, я задрачиваюсь, извиняюсь меня за выражение, только на эту мою новую игрушку за over 60 косарей рублей, и меня не интересует вообще мобильная техника, и я считаю, что еще там 2-3 года я буду пользоваться этим P20 Pro, это я просто к примеру. Huawei моя одна из самых любимых компаний, она, сами знаете, завоевывает рынок просто гигантскими 7-мильными шагами. Так вот, рассуждение именно на тему, что выбор, что лучше, Pixel 2 XL или iPhone X или какой-то флагман от компании Huawei, это безусловно разговоры в пустоту, потому что для каждого, а для кого-то до сих пор идеален, допустим, мобильник на кнопках какой-нибудь компании Samsung, и он никогда не поменяет свою старую добрую раскладушку на современный смартфон, потому что по ряду причин. Вот ему удобно, она у него держит там месяц, как бы, или две недели, и ни один современный там смартфон этого себе не позволит, даже супер навороченный, с очень большими емкими аккумуляторами и защищенными корпусами. Поэтому рассуждать в тему, что вот, что лучше, это старая добрая война между станом поклонников Apple и станом поклонников чистого Android или вообще смартфонов на Android, у вас система такая, у вас система такая, вы не можете по Bluetooth перекинуть файлы, вы не можете там то сделать. Ребята, мне кажется, что все это отлукавало. Почему? Потому что когда человек покупает себе гаджет, современный гаджет стоимостью несколько десятки тысяч рублей, он в первую очередь рассматривает его в качестве какой-то удобной штуки, которая будет его коммуницировать в мире, в современном мире общаться, постигать какие-то прелести интернета. Кому-то нравится по технологии и экосистеме компании Apple. У меня практически все, с кем я общаюсь, они завязаны на смартфонах от компании Apple. И дома, и у любимой женщины, и компьютер, и планшет, и у друзей большинство, но сейчас уже больше на Android приходят, да, все почему-то отказываются, но раньше iPhone считался каким-то мерилом. Мерилом именно, я уж перескакиваю так немножко на тему, но что-то равно, сейчас пока посыл такой, я говорю, какой смартфон лучше, и говорю, нету таких смартфонов, не лучше Pixel 2 XL, чем iPhone X. Он лучше по некоторым критериям, по некоторым параметрам, но существуют другие параметры, которые, допустим, на iPhone X, они немножко сделаны лучше, чем на Pixel 2 XL. Если это видео посмотрит Никита, я его призываю, у него просто очень такой график, он у нас музыкант, которому достался Pixel 2 XL, нам бы встретиться, пару вечерков провести вот так вот сесть, заснять, поснимать, посмотреть графику, ребята предложили в чате, посмотреть графику на iPhone X, на Pixel 2 XL, как в играх последний асфальт вышел девятый. В общем-то, друзья, не существует, посыл такой, не существует идеальных смартфонов, каждый выбирает под свое. Для меня, скажем так, не то, что пределом мечтаний, да, я и подумать не мог, что еще месяц назад я пользовался Samsung Galaxy S8, прекрасный смартфон во всем, но меня стало не устраивать, у него много мелких таких небольших нюансов, которые мне стали не устраивать, и так получилось, что, вот я от него избавился, не в конкретном экземпляре была проблема, а проблема была непосредственно в самой модели. Я подумал, что чистый смартфон на Android, и почему я проголосовал, ну, в голосовании участвовали, участвовал в Google Pixel 2, я даже подумать не мог, что у меня когда-то хватит денег на Pixel 2 XL, но так получилось, он у меня достался, я его приобрел, и так волею судеб получилось, что после этого я прыгнул еще на планку выше, хотя они на уровне стоимости по цене нового устройства, они как раз-таки практически одинаковые, Pixel 2 XL и iPhone X, iPhone X стоит 1000 долларов, Pixel 2 XL стоит плюс-минус 1000 долларов, но почему-то можно приобрести, допустим, за 40 тысяч рублей пиксель, или за 48 тысяч рублей пиксель, о ценах поговорим чуть попозже. Поэтому, заканчивая про посыл, не существует идеальных смартфонов, вы можете меня осуждать в комментариях, напишите свое мнение, потому что именно в коммуникации со зрителем, когда зритель отвечает тебе правильно, отвечает, или дает какую-то критику, она не обязательно должна быть лестная, да, там, молодец, снял крутое видео, или еще что-то. Я не стремлюсь, как бы, снимать оверкрутые видео, потому что для этого есть крутые продакшн студии. Я пытаюсь вам в первую очередь высказать свои эмоции, у меня нет возможности облепить себя смартфонами, всеми новинками, которые существуют на данном этапе, на данном отрезке времени, допустим, летом 2018 года. Я, безусловно, бы тестировал, наверное, все смартфоны, вышедшие от компании Xiaomi, потому что цена-качество всех устраивает. Я, безусловно, себя облепил айфонами восьмыми, восемь плюс, как бы, но у меня нет финансовой возможности, поэтому вот обмены, продажи, покупки, и плюс надоедает вот то, все, пятое-десятое, для чего? Для того, чтобы самому постичь вот этот дзен, да, как бы попользоваться. Что же такое компания-производитель заложила в тысячу долларов? Конечно, говорят, что не стоит айфон тысячу долларов, там, себестоимость пускай 300, там, 200, 300, 350 долларов. Безусловно, компания Apple делает технику в очень большую маржинальную выгоду, то есть с одного проданного устройства очень большой запас чистой прибыли, как бы. В итоге, не существует идеальных смартфонов. Если вы считаете по-другому, напишите в комментариях именно обусловленным, то есть не абстрагировано, а поясните, почему вот конкретно, допустим, ну, вот Pixel 2 XL, к примеру, лучше, чем айфон 10. Да, у него лучше камера, но у айфона 10 лучше дисплей. Вот лучше, и хоть ты, хоть ты тресни, в коммуникации удобнее использования, допустим, ну, самой системой. Я не говорю, что iOS, она не глючная, а, кстати, iOS 12 именно на айфоне 10, безусловно, лучше выглядит, чем предыдущие все операционные системы, вышедшие до iOS 12. Что в итоге? А в итоге следующее. Мы переходим. Если вы хотите приобрести именно к сути ролика, если вы хотите себе приобрести Pixel 2 или Pixel 2 XL, в первую очередь, что вам надо сделать, это для себя выбрать три параметра. Первое. Быстро и дорого. Это купить непосредственно смартфон, по Яндекс.Маркету посмотреть, в Гугле посмотреть, выбрать у себя в регионе интернет-магазин, пойти заплатить денег, проверить и купить. Это первый вариант. Второй вариант. Купить его непосредственно в США, потому что, если вы не в курсе, смотрите видео, смотрите вообще рассуждения на Pixel 2, вообще на смартфон от компании Google в первый раз, то я вам расскажу. Корпорация Google реализует свои смартфоны с помощью онлайн-ретейла в Google Store в разделе устройства. Вы можете зайти и купить, но могут купить только граждане определенных стран. К сожалению, Россия не входит в этот список, и вы не сможете заказать с доставкой на дом напрямую с Google Store. Соответственно, вы покупаете в США или в каких-то других магазинах, допустим, Австралии или Европы, и заказываете это все через посредника. Ждете, платите деньги, есть подробные инструкции в интернете, есть куча посредников проверенных, в первую очередь, это Бандеролька, ShopFans и так далее, ShopAtam и так далее, и так далее, и так далее. Если более подробно, то ссылочки я вам оставлю в описании. У всех есть ряд преимуществ, сейчас на Бандерольке они мне ничего не платили, я просто знаю, что сейчас они помогают в покупке абсолютно бесплатно, вроде как летняя какая-то акция. Вам даже заморачиваться не надо, вам просто надо закинуть деньги на счет Бандерольки, они все купят, примут на склад, вы все это отправите и будете ждать. Все это происходит, ну пускай будет месяц, 3-4 недели. В течение 3-4 недель у вас с Америки приезжает Google Pixel 2 XL или Google Pixel 2, новенький в коробочках, надеюсь, его никто не сворует, и вы радуетесь, пользуетесь, и все у вас хорошо. Третий вариант. Третий вариант для так называемых людей, у которых деньги на счету, которые хотят пользоваться современными гаджетами, но у них нет возможности купить новое устройство. Я ни в коем случае не осуждаю, я сам такой, потому что иногда действительно на новинку, на новое устройство, ну просто тупо не хватает денег, можно подкопить, да, подождать, но хочется пользоваться именно сейчас. Поэтому третий вариант это покупка БУ на барахолках, на Авито, на всевозможных других агрегаторах, у вас в городе где-то в магазинчиках, интернет-магазинах, мобильной электроники и так далее. Как раз таки о втором и третьем варианте я хочу поговорить с вами более подробно. В первую очередь рассказать вам о том, что есть такие специальные сайты, если вы не в курсе, имейт-чекеры. Перед тем, как пойти на встречу с потенциальным продавцом смартфона Google Pixel 2 XL, если вы все-таки решились купить его БУшным, вы просто себе выйдете с каким-нибудь гаджетом, со своим предыдущим смартфоном, либо с другом, у которого есть смартфон, и заранее в закладке в браузере вбейте имейт-чекеры. Они будут в описании, они помогут вам посмотреть более детальную информацию об устройстве. Просто вбив имейт-номер или серийный номер, ну если имейт-чекер, то имейт-номер вбиваете, и непосредственно посмотрите всю подробную информацию об устройстве, которое перед вами находится. Во-первых, вы должны знать, что существует профильная тема на ФОПДА. Ссылка тоже будет в описании. Там ребята более подробно, более разжеванно, более, скажем так, глобально рассуждают о возможности, точнее о вариантах моделей Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. Они бывают операторские, это Verizon или другие операторы, либо безоператорские, то есть, скажем так, SIM-free. Все они будут работать, у них не заблокирована часть, отвечающая за звонки интернет, но некоторые операторы, такие как Verizon, они в Locket, то есть, они приобретены там, либо по контракту, либо в кредит, это практически одно и то же, и, соответственно, у них загрузчик будет заблокирован. Что дает вам это как потенциальному будущему пользователю Google Pixel 2 или Google Pixel 2 XL? Во-первых, вы не сможете разблокировать загрузчик и непосредственно установить любое кастомное рекавери, с помощью которого вы непосредственно установите любую кастомную прошивку. Если вам это не нужно, то вы можете не обращать на это внимания, но все равно, все-таки остерегайтесь смартфонов. Я бы не стал и не рекомендовал приобретать смартфоны именно компании Verizon. Почему? Ну, потому что мне кажется, что Unlocket устройство вам будет спаться спокойнее, вам будет, то есть, чистый имейн, имейн номер чистый, он нигде не запачканный, ни в США, ни в каких-то других странах. В общем, лучший вариант, если у вас стоит выбор Verizon за, допустим, 40 тысяч или за 42, или Unlocket, любой другой смартфон, Google Pixel 2 XL или Google Pixel 2, то лучше доплатить эти 2 тысячи и не брать Verizon. Далее. Вы проверяете имейн на сайте имейн-чекеров, вы проверяете имейн и получаете информацию о партии, когда выпустилась, о гарантии, о заблокирован или разблокирован, Unlocket или Locket. Из этого делаете вывод, что лучше вам, чтобы у вас все эти были пункты зелененькими, и, соответственно, вы будете спать спокойно, и вам будет хорошо, и вы со своим смартфоном сможете делать все, что вы захотите. Далее. Привожу примеры. Тут написано «привести примеры». А когда я приобретал, если не знаете, как приобретал, есть соответствующее видео, мне предлагали заблокированный загрузчик, мне предлагали трубку со старой партией, когда именно у Google Pixel 2 были в самом начале проблемы с экранами. Они выгорали очень быстро, у них были какие-то проблемы, и партия до ноября, до декабря месяца 2017 года считается немножко у покупателей, она не котируется. То есть выбираете смартфоны с более свежей партией. То есть, может быть, даже это уже конец ноября, начало декабря и далее. То есть, там, в январь, февраль, март и, как говорится, по сегодняшний день. То есть, чем старше ревизия выпуска смартфонов, тем больше учтено у производителя именно нюансов, которые были детских болячек при старте продаж моделей глобального выпуска. То есть, вы понимаете, что, допустим, пожаловалась многомиллионная аудитория, что вот это не так. Уже непосредственно в производственные процессы это все устраняется, может быть, меняются какие-то комплектующие, запчасти, и все это делается еще более качественнее. Он и так сам по себе качественный. Но имейте в виду, чем старше ревизия, тем вам это лучше. Вам в последующем пользоваться этим смартфоном, не малостоящим, а дорогостоящим смартфоном. Значит так, вы пришли на встречу, проверили внешний вид. Обязательно смотрите, чтобы у нас не совсем был убитый дисплей. Обязательно смотрите, чтобы у нас не было торцевых падений, чтобы в последующем вам это никак не отразилось, чтобы у вас никакая плата нигде не отвалилась. Потому что при падении любого смартфона, все равно это как человеку в голову ударить, это как микро, скажем так, сотрясение. И каждое падение на дорогостоящем гаджете, без разницы даже, дорогостоящий он, не дорогостоящий, на любой мобильной электронике отражается. Кто бы что ни говорил. Да, чехлы могут защищать и спасать, поэтому их все используют. Да, стопы могут защищать и спасать. Но смотрите, если перед вами совершенно убитое устройство, стоит каких-то небольших денег, вам решать. Я бы не стал этого покупать. Но, допустим, если у вас есть возможность, у вас друзья работают в сервисных центрах, и вам поменять дисплей или поменять корпус на том или ином смартфоне, а сейчас в частности речь идет о Google Pixel 2 XL, и о Google Pixel 2 не составляет никакого труда, поэтому вы можете смотреть и на eBay, и на Амазоне кулочные устройства, в зависимости от того, сколько они стоят. Они бывают, то есть разных, кстати, третья часть именно барахолки не только в России, а еще, как вы знаете, смартфоны на аукционе eBay. Они могут там продаваться в качестве аукциона, а можно купить сразу, то есть купить сейчас. Как раз-таки нюансы по eBay. Есть продавцы, проверенные продавцы в описании, будет несколько продавцов указано, но также продублированы все проверенные продавцы на ФОП и ДА в профильной теме покупки этих самых устройств Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. Не поленитесь, проверяйте e-mail-чекер, попросите у продавца на авито или на eBay выслать вам e-mail номер. Заранее можно посмотреть, можно прийти навстречу посмотреть, проверьте внешний вид, посмотрите e-mail, заблокирован, разблокирован. Все это вместе составит вам картину, полную картину, какое устройство перед вами. Если же перед вами устройство, которое не соответствует этому описанию, то, как говорится, не покупайте. И тут вытекает последний, наверное, нюанс, который стоит рассказать о моем опыте приобретения этой самой модели. Это восстановленные трубки и невосстановленные. Это, наверное, самый большой вопрос, который входит в голову современного покупателя современных гаджетов. И в частности, Google Pixel 2 XL и Google Pixel 2. Господи, блин, я постоянно повторяю эти две модели. Ну что ж, видео-то про них надо повторять. Так вот, всегда покупатель думает, а вот я пойду покупать, а вот это восстановленная или невосстановленная трубка. Вы должны для себя в голове четко понимать, существует два типа восстановленных смартфонов, без разницы, какой компании они принадлежат. Это официально восстановленные и неофициально восстановленные. Ничего плохого в неофициально восстановленных трубах нет, но должна быть соответствующая цена. И если цена приближена к новой или цена приближена к официально восстановленной, то я вам категорически Категорически не рекомендую покупать неофициально восстановленные трубки Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL и, в принципе, другие прочие, в том числе и айфоны, и самсунги, и другие. Люди, по-моему, не восстанавливают. Ну, старые модели какие-то раритетные восстанавливают, но не суть. Если цена соответствует, вам это нравится, если поставщик проверен, если продавец на Алиэкспрессе или на eBay, кстати, на Алиэкспрессе, на Алиэкспрессе продаются только восстановленные трубки Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL, и первое поколение пикселей только восстановленные. Вы можете их приобрести, ничего страшного в этом нет, оно будет работать, но как повезет. Если продавец проверенный, много продаж, люди пишут хорошие отзывы, люди пользуются смартфонами, и они довольны, то ничего страшного в этом нет. Можно покупать, потому что я считаю, что лучше пользоваться восстановленным пикселем первым или вторым, или Excel первым или вторым, чем, допустим, пользоваться каким-нибудь Аукетелем за 10 тысяч рублей. Вот честно. Никита пишет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, не суть. Сейчас я ему засниму и ему напишу. Так вот, как раз-таки к Эбэю можно, вот третий пункт, это у нас еще раз давайте продублируем. Авито, барахолки у вас в городе, мини-скупка у вас в городе, Эбэй, это уже онлайн продажа, да, какая-то, но это все равно барахолка, это все равно аукцион. И Алиэкспресс. Еще существуют посредники, куча разных сервисов в Китае. Я пока ни с одним не сотрудничаю, пока не вел переговоров ни с одним вообще сервисом, но я хочу наладить эти мосты для того, чтобы в последующем, в будущем, вы имели возможность покупать у посредников, через посредников напрямую на рынках Китая. Это будут восстановленные телефоны, иногда продают новые телефоны, потому что у них заряжала партия по большому, хорошему, вкусному прайсу купленную, да, купленные и продаются, потому что они уже не актуальны. И, как говорится, вот эту тему я хочу более детально прозондировать. Так вот, возвращаясь к восстановленным и невосстановленным. Существуют официальные и неофициальные. Неофициальные, если цена ок, все устраивает. Проверенные ссылки в описании на Алиэкспресс, на Эбэй тоже будут присутствовать. И существуют официально восстановленные трубки. Ничего плохого в этом категорично нет. Там все, начиная от коробки, аксессуаров, запчастей, комплектующих, все это, в принципе, одно и то же. Там будет оригинальное и то, какое задумано производителем смартфонов. То есть непосредственно Google Pixel первого или второго. Если вы хотите сэкономить немножко, то вы покупаете официально восстановленные трубки. Если вы хотите сэкономить дохерище, вы покупаете неофициально восстановленные трубки и пользуетесь. Поэтому это, наверное, в принципе, вся информация, которую я знал про мой опыт покупки. Перед каждой покупкой любого устройства, без разницы, смартфон это, пиксель, не пиксель, телевизор, коляска. Только хлеб, наверное, не надо гуглить, да? И то, надо почитать некоторые отзывы о буханке хлеба какого-нибудь в каком-нибудь ноунейм-магазине. Но суть не в этом. Перед любой покупкой, дорогостоящая она, недорогостоящая, обязательно смотрите информацию в интернете. Сейчас существуют поисковые системы, существуют отзывики, существует какая-то единая база, допустим, продавцов на интернет-магазинах Китая, на ebay, на FOPDA. В общем, интересуйтесь, друзья. Не существует идеальных смартфонов. Существует только ваше предпочтение. Если вам нравится больше пиксель и нравится чистый Android, то вы, естественно, покупаете пиксель. Вы стремитесь купить их топовое железо, их топовый смартфон. И сейчас это пиксель 2 XL. Если вам нравится техника Apple, если у вас в округе система iOS, macOS и так далее, вы пользуетесь техникой. Вы покупаете непосредственно, стремитесь, чтобы вы пользовались последними наработками, которые все воплощены именно в iPhone X. Вот прям все воплощены. Почему, если так, не популярен и хуже, чем пиксель 2 XL iPhone X, почему поголовно на протяжении последнего года, как только представили, что будет вот такой вот смартфон от Apple, Почему все производители китайских гаджетов, почему все производители американских гаджетов, в основном все сделали эту монобровь. Нужна она им, не нужна. Потому что для с определенного времени, для всего рынка мобильной электроники, почему-то большим единственным мерилом покупательской удовлетворенности являются смартфоны от компании Apple. Это не я придумал, это показывают продажи, это показывают рост фанатеющих этих, вот это как религия. Я не может быть в какой-то степени, не совсем понимаю, не совсем одобряю как бы это. Мне нравится пользоваться этим смартфоном. Он офигенный, у него хорошая камера. Она хуже, чем на пиксель 2 XL. В некоторых моментах он лагает больше, но тут круче дисплей, тут компактность корпуса. Тут лучше, наверное, в первую очередь, звучок будет получше. Мне кажется, что звук здесь получше. Хотя многие говорят, что в пикселе 2 XL звук лучше. Но мне почему-то здесь звук нравится больше. Ну и как-то так. В общем, друзья, я выговорился. Я вам очень сильно благодарен, что вы писали тогда пиксель на удачу. Теперь я прошу вас писать, если вам не все равно, если вы хотите поддержать канал, iPhone X на удачу. Пускай в этом хэштеге будет еще больше позитива, еще больше добра ко мне, к вам, к каждому, кто прочитает этот комментарий. И чтоб было все вокруг вас хорошо. И чтоб вы пользовались только хорошими, проверенными, недорогими флагманами на момент записи этого видео и просмотра этого видео. Большое вам спасибо. У меня хоть и не совсем активная, но классная, наверное, аудитория в какой-то степени. Поэтому еще раз вам большое спасибо, что поддерживаете меня моими же просьбами писать определенные вещи в комментариях под видео. На этом, пожалуй, все. С вами был Павел. Канал Gadgetmania. Моя огромнейшая студия, где захочу, там и снимаю. Большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите хэштег, что вы супергерой. Мой любимый хэштег Donald Duck ждет вас в комментариях под этим видео. Обязательно смотрите другие видосики. У меня снято несколько плейлистов про восстановленную технику. В основном про iPhone и про Samsung. У меня снято очень большой объем видосов про технику от компании Huawei. Я планирую снять сравнение iPhone X с Honor X. Это сумасшедшее сравнение, которое просто, наверное, всех порвет. В плане, что умеет X, та и та. И, безусловно, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Любой своей активностью поддерживайте мои начинания, если вам не все равно. Все полезные ссылки, про которые я говорил, будут в описании под этим видео. Ссылка, как, что, где приобрести, в том числе iPhone X, будет в описании под этим видео. Обязательно проходите. Все сервисы тоже в описании под этим видео. В общем, под видео, как всегда, полный гайд. Не все всегда их читают, но там действительно проходи и знакомься не хочу. Короче, исследуйте то, что вы собираетесь покупать. И когда покупаете, проверяйте. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Кстати, сейчас в Телеграме конкурс осталось несколько дней до завершения конкурса, который, может быть, придется перенести, потому что всего 11. 5, 10, 1. 11 участников – это совсем нехорошо. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok